Итак, с Владимиром Саватеевых, банда в кадре! С Владимиром снимались, теперь чуть поплачьем. Дедушке Володе действительно чуть-чуть нам не хватает, но ничего, в другой раз. Потом будет 4 Саватеевых. 10 Саватеевых в одном кадре. Все Саватеевых и планеты. Ну вот, Светлана Саватеева, ученица будущего 7-го М-класса 444-й школы, супер-мотклад поступила, Миша уже знаете кто? Уже 7-й класс закончил. Да, 7-й закончил, 8-й. Нет, 10 назад. А вот и Надя. Ну вот сейчас Надя, понятно, сейчас будет 4-я Саватеева. Она специально дверь закрыла, по-моему. Сейчас будет 4-я Саватеевых. А, так она, по-моему, закрыла. Ну и отлично. Она сама закрылась. Там Надя стучится, сейчас Надя придет, будет финиш всему. Мне кажется, она ей сейчас орать начнет. Ну ладно. Да, она точно начнет орать. Вот, о чем мы сегодня будем говорить? Да, я ничего не знаю, я слышал краем уха, что они обсуждали что-то про степени. Я не знаю, что-то и несколько. Во-первых, мы будем решать вот эту задачу. Это я была в Берендеевых полянах одна, а папа где-то был еще с мамой Юрой и Надей. А я была в Берендеевых полянах. Рассказывай пока, тем более мне не хватило микрофона, я буду перекликать. Нужно больше колхоза. А, короче, в этом лагере был и Миша тоже раньше в Берендеевых полянах. Раньше был. Раньше был. А теперь я одна вот приехала, и тут папа будет разбирать вот эту интересную задачку, которую я даже прочитать не успела, потому что... На клумбе в Берендеевых полянах расцвели цветы. На своей я не смогла, потому что у нас уже как бы под конец смены давят. Это тавтология. Расцвели цветы. Беги. Да. Кто так пишет? На клумбе в Берендеевых полянах. Ефим видит. Опять Ефим, да. Ефим, да. Ефим Борисович. Ефим видит, что среди них есть четыре цветка с разными количествами лепестков. Так, сейчас что-то сложное. Надо записать что-то, наверное. Наверное. Да нет, там просто... Вот мы сейчас Аню, Надю записываем. Все, это самый колхозный выпуск за... Нормально. Сейчас тут еще Надя прибавляет жару. Четыре цветка с разными количествами лепестков. Ладно, давайте я эти цветки нарисую. Да, но на самом деле как бы... Цветик, семицветик. Это все... Видимо, я должен узнать количество лепестков. Это все превратится в А, Б, С и Д все равно. Нормально. Да. Давайте, их четыре. Вот вы не видите, а их на самом деле тут четыре штуки. Да, четыре вида. Ура! Так. При этом сумма этих количеств равна произведению наибольшего из них на наименьшее. Так, ладно, я понял. Ты понял, что это А, Б, С и Д. Нет, это X, Y, Z и T. А, ну давай X, Y, Z и T. Да, у нас математика, поэтому здесь Z. Так. С разными количествами лепестков. С разными? А, там прямо написано разные? Да. В условии? Конечно. Ну, тогда вообще... Читать условия – это половина решения задачи. Тогда все три вида. Тогда мое решение очевидно правильно. Это как раз Татьяна Флона, организатор этого лагеря, тоже говорит. Учимся читать задачи. Сумма этих количеств равна произведению наибольшего на наименьшее. Сумма. Я, кстати, задачи со своих футболок не решал. X на T. XT плюс. А. Давайте я даже вот так напишу. Да, пиши. А, это не конец? С произведением двух остальных. Окей. Ну да. Опа. Хорошо. Да. Какое наименьшее количество лепестков могло быть в сумме на этих цветах? Короче, вот это все нужно минимизировать. Да, минимизировать. Ну, я могу сказать, что я решил сразу с первой попытки. Блин, я так, кажется, не смогу, но ладно. Большинечком идти большинечком. А, она сможет, когда вырастет. Так. Я уже умею буквы рисовать. Ого. Так, сейчас. X плюс Y плюс Z плюс T. Я ничего не пропустил? Нет. Сумма этих количеств равна произведению наибольшего, сложность произведения двух остальных. Ну, мне просто в голову лезет неравенство КБШ, потому что у меня право деформация. Ты потому что, да, очень много учился. Сейчас все решим. Что еще надо? Меньшее количество. Могло быть в сумме. Ну, хорошо. Нет, я просто люблю придумывать примеры. Ну, да. Поэтому я, возможно, не буду делать по науке, а буду пытаться угадать что-нибудь. 0 лепестков может быть? А 0 лепестков может быть? Нет, 0 не может. Но это нужно проверить. Так написано? Нет, нет, но я думаю, что это очевидно здесь. Почему? 0 лепестков должно быть, наверное. Ну, это можно проверить, да. Нет, нет, это важно. Это по ответу будет. Нет, 0 возможно. Теоретически. 0 возможно теоретически. Ну, тогда тут обнулиться как бы. Ну, я считаю, что это... Если 0, то одна из двух пар обнулиться. Пап, ну, если ты считаешь, то в задаче не написано. Ну, не знаю, не знаю. Я ее решал в предположении, что 0 невозможен. Но надо решить, что все может быть. Ну, давай проверим 0. Сейчас. Нет, там точно получится. Нет, слушайте, 0, безусловно, даст очень маленькое количество. Ну, не факт, что очень маленькое, потому что, смотри, у нас Т должно быть больше, чем вот эти. Да нет, просто дело в том, что 0, 1, 2, 3 подходит. Нет. У тебя тут сумма 6, а тут 2. 6. 6 и тоже 23. Нет, и 6, да, Миш. Ой. Нет, ты прав. А, 0 на 3. Нет, ничего не бывает. 0 на 3 плюс 2 на 1. Я говорю, я сейчас проверил маленькие варианты, и там не работает нормально. Слушай, ну, с 0 сложнее. Без 0 сразу можно сказать, чему будет. 1, 2, 3, 4. Хочу с 0, хочу с 0. Хочу с 0, давай с 0 решать, да. Хочу с 0. Ну, нет, 0 я просто проверю. Значит, ну, короче, я просто проверил в уме, что сразу не получится очень маленький ответ. Но очевидно, что какой-то получится, потому что y плюс z, он растет медленнее, чем y умножить на z. Да. И нам нужно только, чтобы разница между y плюс z и y умножить на z была больше, чем максимально из чисел. Я подобрала. И тогда это будет решение. Я подобрала. А вот насколько это быстро произойдет, это уже другой вопрос. Нет, сейчас Миша с 0 решает. Если нет, там все понятно. Значит, 1, очевидно, не подойдет. 2 на 3 тоже не подойдет. А 2 на 4. Ну, вот что-то большое довольно получается. Что-то довольно большое, да? 3 на 4. 3 плюс 4 плюс 5. Да. Вот такое я вижу. Чего? 0, 3, 4, 5, да? А, 3, 4, 5. Да, 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 да. Но это довольно много. Это довольно много. А меньше кажется, что нету. Вроде бы. С нулем. С нулем. С нулем. А мы сегодня не знаем. Кажется, что с нулем меньше нет. Почему с нулем меньше нет? Подбор просто. Может быть есть? 0, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, все такое. Ну, интуитивно. У нас вот эта слагаемая зануляется, а вот эта разница должна быть довольно большая. Ну, да. Y плюс Z плюс T равно Y. Поэтому сама разница должна быть довольно большая. Поэтому кажется, что меньше нет, но может быть я что-то пропустил. Y плюс Z плюс T равно YZ, да? Но даже 2 плюс 5, оно все еще не подходит. То есть, короче, скорее всего нет. Скорее всего вот это минимально. Может быть я что-то пропустил. Я так не очень аккуратно делал. С нулем, да. А вот теперь без нуля. Это сумма 12. Да, значит, без нуля. Миша. Тихо, тихо, тихо. Ну да, мне тут Света немножко спалила, что 1, 2, 3, 4 подходит. Я просто проверила. Слушайте, это только что. Ну, не только что, а, короче, она шепотом сказала папе 1, 2, 3, 4. Но я же не глухой, так бабушка. Поэтому да, это подходит. Ну, просто... И даже сумма меньше. Вот Миша разбирает с нулем, и я смотрю, если нет нуля. Просто проверяю. Ну ты, наверное, задачу решала до этого. Нет. Нет? Нет. У меня папа ее прочитал, начал решать, а я нет. Да, и это... А у вас такая 1, 2, 3, 4, и все подходит. То есть даже с нулем, вроде бы, если я... Ну, я не очень аккуратно проверял, но если я обсчитался... Ну, возможно, там есть меньше пример, но вроде нет. Ну да. Так что минимальный возможный пример сразу подошел. Это задача для тридциклассника. Это когда всем такие футболки давали. Вот. Даже до скаляток. А вот теперь мы открываем удивительную книгу. На Новый год подарили? Сейчас будут приколы. Что вы знаете про слово сумбур, как говорится? Это как бы тут условная книга, но я ее еще не заполняла. Но тут есть такие определения. Определения? Да, например... Зачитывай. Что-то там... Сейчас мы сделаем математизацию близко родных. Зачитывай. Сейчас я проверю. Свекор. Или как это? Свекор. Свекор. Отец мужа. Так, свекор... Так что происходит? Можно я... Это равен отец мужа. То есть... Вы хотите мне задачу на деревьях? А это не задать. Моим. Отец это функция. Давайте назовем ее F. Свекор. Муж... А, да? Муж это функция. G. Значит, соответственно, свекор равно F от G. Вот это композиция двух функций вот в этом порядке. Так, сейчас мы базовые функции родные введем, а все остальные выразим через них. Понимаешь? Да, я понял. Вот. То есть, чтобы было легко запомнить. Как вам же запомнить все эти сноха, свекор, там, заловка? А если через функции, так все запоминается сразу же. Папа свекор. Свекор. Надо ввести... Мне кажется, что свекор. Нет, тут свекор, но, скорее всего, свекор. Странно. Но это же не свекла. Свекор. Тесть, отец жены. То есть, отец у нас тоже используется уже выведенное. Ну, муж и жена, соответственно, будет G с волной. Сейчас, я хочу сделать функцию, которая многозначно действует, то есть, ребенок. А и сделать специальную функцию, которая определяет пол. Мне кажется, это оптимально. Ну, да. Ну, это будет, да, такое отображение в два пола. Ну, вот пока... Просто, чтобы ее можно было... Чтобы мать с отцом, сына с дочкой и брата с сестрой разделять. Вот, это все можно через многозначную функцию выразить, а потом сделать функцию, которая сужает. Деверь, брат мужа. Сейчас, подожди, следующая деверь после свекор? Да. Деверь. Нет, тесть, отец жены. Мы же... А, подожди, да. Я это не хереновела. Тесть равно отец жены. А у вас есть пока задача порешать какую-нибудь? Вот же с волной. А, давай. Во. Ты за это время решишь задачу. Надеюсь. Да. Дядька Черномор. Да. О-о-о. Да. Не шуже. 33 богатыря, да? Да, у Черномора 240 золотых монет. Ого. Это не делится на 33. И несколько замков. Несколько замков по всей территории. Хорошо. Полков. Его страны. Каждый замок должен охранять отряд из 33 богатырей, из нескольких богатырей. Хорошо. Он им за это платит монетами. Причем монеты он должен раздать каждой бригаде, значит, ну, все монеты он должен раздать по бригадам. То есть он делает из 33 богатырей несколько бригад. Ладно. А1, А2, так далее, АР. И сумма АИТ их равно 33. Хорошо. Р может быть равно 1. Ну да. То есть может он захочет, чтобы только один замок сторожили. Хорошо. Вот. Дальше он им раздает в пункте А как угодно эти монеты, но все. В пункте Б поровну между бригадами. Поровну, в смысле, на каждую бригаду поровну монет? Да. А сколько там богатырей, неважно. Неважно. Поэтому, в частности, во второй задаче запрещаются любые, кроме тех, которые делители 240. Любые количества бригад. Ну, да-да-да. Вот. Но в каждой бригаде не на любое количество, соответственно. Ну, в смысле, если в бригаде дали 3 монеты на 5 богатырей, это не страшно? Да, это, в принципе, это не страшно, но, как на самом деле, не очень важно. Можно считать, что это нельзя. Можно считать, что хотя бы одна монета должна быть. Но, по-моему, это не скажется на условиях, на решениях. Ну, ладно, допустим. По-моему, это не скажется. То есть, в смысле, я имею в виду, только хотя бы по одной монете. Но я не совсем верю, я говорю, что не делятся поровну на всех. Да, правильно. Так вот, монеты не делятся, не обязательно делятся поровну на всех. Более того, черномору нужно, чтобы ничего не делилось. Черномор забирает весь остаток. То есть, в каждой бригаде есть правило делимости по ровну монет. Давай, все-таки по одной монете должны быть. Да, я понял. Ну, в смысле, нельзя 3 на 5 дать. Ну, хорошо, пусть нельзя. Я понял. То есть, он раздал, например, 8 монет команде из 5-х. Они розыграли по 1 и 3 вернули. С нулем-то удобнее тоже. Ну, да. Вот, ну и, короче, в пункте А, в пункте Б максимальный сбор черномора. Да, я понял. Все, а мы продолжаем эту замечательную... Сейчас, короче, условия для тех, кто не понял. Значит, 240, мы хотим разбить это... Нет, не так. У нас, короче, ладно, если более формально записать, у нас есть какие-то сумма а-энтэх равно 33 и сумма б-энтэх равно 240. Да. И, значит, богатыри забирают... Короче, остатки вот эти вот. Что-то там. В1 по модуле А1. Да, конечно, конечно. В1 по модуле А1. О, ты вот так пишешь, да? Я программист. Это программистская, да? Абсолютно. Круто. По модуле АН это выигрыш. Да. Правильно. В пункте А больше условий нет. Ну, вот вопрос, нужно ли условие, что все биты больше, чем все аиты. Только это как мы в программировании пишем. Ну, давай считай, что будет. Потому что я программист. А, мы так пишем просто на... Я пишу так в программировании и запрограммирование. В пункте Б, B1, 3D и BN равны друг другу. Вот, да. А в пункте Б, ну да. Да, биты все одинаковые. Вот. И нужно максимизировать... Максимизировать выигрыш. Да. Вот, можете тоже думать со мной. Да. А мы пока будем продолжать веселое... Как называется родственниковедение или как это? Филологию. Веселую математическую филологию. Я не знаю, как называется. Веселая математическая филология. Может, мне себе микрофон пока отдать? Давай. А ты пока подумаешь, да? Да. Ты пока порешаешь. Я могу даже не стоять. Миша пошел думать. Как хочешь, да. У нас очень много в кадре, мы перегружаем. Я могу стереть, да? Ты, в принципе, запомнил? О, черт. А, мне нужно будет доска что-то думать, видимо. Ну ладно. А ты возьми блокнот. Да, я понял. А вот твой, кстати, блокнот. Вот он. Не знаю, насколько это удобно, интересно смотреть. Нормально, нормально. Сейчас мы продолжим с этими... Родословные. Да, родословные. Я удаляюсь решать задачи. Да, сейчас... И вам того же совета. Решит ее, да. А буду я ее решать день? Или два? Ладно, ладно, ладно. Это мы не увидим. В Грозном... Я позавчера выступал в городе Грозный. И... Значит, я вот эту задачу... Короче, несколько ребят из мат-центра решила, прямо буквально, пока была лекция, ну там... Вот, при том, что они... Ну там, олимпиадников-то там практически нету. Может, вообще нету. Пока. Но я думаю, что будут такими темпами. Вот. Так что несколько человек решило. Я думаю, что ты быстро справишься. А я на какой угодно. Ну, от одного, да. Да, да. Я проверяю, правильно ли мы вопрос прочитали. Правильно, правильно. А то у меня так бывало. Так, слушай... Сдаешь какой-то вопрос-задача, а я отвечаю на другой. Давай, значит... Ага. Деверь, брат, мужа. Деверь. Деверь. Равно брат, мужа. То есть, вначале нужно взять функцию муж. А функция брат еще нет. Но что такое брат? Это сын... Все равно сына нет. Ну, сын, но это отец минус первый или мать минус первый? Хорошо. Давай я... Давай я сам минус первый. Ну, короче, примерно, да. Значит... Отец минус первый бери. Отец, значит... Ф... Ф минус первый. Вот. Но это многозначное будет. Вот это многозначное. И, может быть, еще нужно, на самом деле... Напишу. Или... Жена... Где... Нет, мать. Брат мужа. Или Ф с волной в минус первый. Вот Ф с волной от Ж. Вот. Либо так, либо так. Потому что мы не знаем по отцу или по матери, да? Брат. Шурин, брат жены. Шурин. Ну, это то же самое, только здесь вот в конце жена идет. Жена. Жена с волной. Да, то есть здесь то же самое, только в конце же с волной. Этот или этот вариант с же с волной. Золовка, сестра, мужа. О-о-о-о. Ну, давай сделаем функции брат и сестра, которые являются вот этими. Ф минус первый от Ф. Вот. Так, тогда было бы здесь, было бы брат мужа. А здесь было бы, соответственно, сестра, да? Сестра. Нет, брат, а нет. А Шурин, брат жены. Да. Шурин, брат жены. Да. Так. Золовка, кто? Сестра? Золовка, сестра мужа. Да. Соответственно. Свояченица, сестра жены. Свояченица, господи Иисусе, а? Свояченица. Свояченица. Равно что? Сестра жены. Сестра жены. Прекрасно. Свояк, муж свояченицы. Боже. Свояк, это муж. Муж от вот этого. С, от, с волной от. То есть это муж, сестры, жены. Да? Да. Ё-моё, вот уж прошло так, прошло. Да, муж, сестры, жены. Муж, сестры, жены, это серьёзно. Знаешь, зять, тут несколько. Муж дочери, муж сестры или муж заловки. Сколько зятьёв-то. Зять. Не хрен взять, как в одной песне, по-другому, правда. Так. Муж дочери. Зять, что? Муж дочери. Вот это правильно, да? Это муж дочери, обычно. Вот я бы говорю, дядя, зять деду Саши. Зять. Да. Вот. Муж дочери. Ж от... А, дочь. Это, ну да, это, значит, так как он отец, то F... Муж дочери. Да, F-1, да. Ф-1, да. Но дочь F-1, либо... Или Ж от F с волной минус 1. То есть, смотри, если это дочь... Муж дочери? Да. Муж заловки. Ещё зять, это муж сестры. Или это уже записали? Муж сестры. Тоже зять. Да, Ж от С просто. Ну, в общем, вот так. Всё, да, наверное? Ну, вообще-то тут ещё много. Ещё много? Очень много. Кто там ещё? Мы только до сюда зашли. Боже мой, сноха. Жена сына по отношению к отцу. Жена сына. А, вот. Тут, кстати, точно указание, что именно к отцу. Даже доски не хватает на все эти... На все эти функциональные категории, понимаешь? Жена сына? По отношению к отцу. К отцу сына. Сейчас, то есть, подожди, смотри. Сын по отношению к отцу, это как раз в точности f-1. Для Володи, что ли, в нашем доме? Смотри, f это отец, f-1, многозначная функция, да? Стоп, это для деда Володи мама? Да, конечно. Конечно. Как она называется? Ещё раз. Так. Сейчас. Сноха. Сноха. f-1, и тут надо взять жест волной. Вот. Всё. То есть, смотри, отец это f маленькая, f-1 я обозначил многозначную функцию сын. Да. То есть, обратную функцию отец, ну, как бы, в некотором смысле слова. Обратную. Да. Очень большое определение невестки. Так. Жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата по отношению к жене другого брата. А, тут очень много, короче, да? Употребляется также вместо сноха заловка-свояченица. Можно взять последнюю. Употребляется вместо сноха заловка-свояченица. Ну, это понятно. Тут тогда всё есть, да. Да. Ну, в общем, в принципе, ясно, что любой термин... Сват, отец одного из супругов по отношению к родителям другого. Да, смотри, сват. Сват, например, дедушка Володя, это сват по отношению к дедушке Саше, правильно? Да. И наоборот, да? А сватья, это мать. Да. По отношению к родителям. А, и там, и там к родителям, да? Бабушка Вера, к бабушке Наташа. Вот, смотри, значит, по отношению к родителям. То есть, сват, это отец одного из супругов. Отец, это Ф. Одного из супругов, значит, например, Ж. Например, да. И дальше, либо Ф минус первый. О, Ф от Ж от Ф минус первый. Сопряжение. Мишенька, тут сопряжение возникло. Ф от Ж от Ф минус первый. Сватья. Сват и сватья. Сватья. Причём многозначных функций. Да, и сватья, соответственно, это... Нет, это вот, а если с волной, то тоже. Или, да, или, правильно, или Ф от Ж с волной, от Ф минус первый, да. Да, потому что либо одного супруга, либо другого. И тут тоже можно, как бы, здесь тоже можно вместо Ф минус первый, а с волной минус первый. То есть, здесь все четыре варианта. Да. Ну, и сватья, соответственно, сватья. Это... Да, это мать. То есть, тут вместо Ф берётся... Ну, что там, Ж. Что там было? А, нет, Ж это жена. Ж это жена, да? Да. А, мать, а сейчас... А что мы взяли? Давай М. С волной, да? Подожди, я забыл. Мать это... Мне кажется, с волной давай возьмём. Я забыла. Вы в комментариях поправьте. Да, Ж, по-моему, была. Потому что тут было на доске до этого. Нет, Ж, жена, сейчас Ж, жена. Ж, жена. С волной, да, была, мать? Мне кажется, не Ф с волной. Кажется, да. Короче, в комментариях напишите, как там было до этого на доске, потому что мы забыли. Ну, в общем, вы видите, на самом деле, вы видите, что всё это совершенно элементарно выражается с помощью композиции и отображений, в том числе многозначных. Многозначных отображений сын, дочь, однозначных отображений отец, мать и муж, жена. Это функции, нет? Да, это функции. Все эти слова, это функции. Вы поймите, что все эти слова являются функциями. Потому что если говоришь, отец, чей отец? Идём гулять с Надей, да? Папа! Если Надя была младше, она сказала, это мой папа, да? Папа, мой папа, мой папа, вот. Почему вы говорите, что это папа? Это не папа. Да, это не папа. Это другой папа, да, потому что папа это функция. Когда он тоже маленький, это мой папа, а вот там это не папа. Вот это, например, просто дедушка по отцу. Ну да. Ну, кстати, тоже есть. Сейчас, я все время забываю, что у нас. Я вспомнила, да, была мать? Ты внучатый племянник. Тогда вот так, вот это дедушка по матери. Это, соответственно, бабушка по отцу, а это бабушка по матери. Смотри, внучатый племянник. Внучатый племянник. Внук, внучка, брата или сестры. Внук, внучка, брата или сестры, да. То есть эти вот два в минус первый идут от С и Б. Троюродный, это сын, дочь, двоюродного дяди или двоюродной тень. Ну, в общем, я думаю, что дальше грузить не будем. Ну, мы можем просто показать. Вот все определения. Ну, значит, зачитать, да, зачитать. Ну, давай, давай. Сват, сватя, дедушка, отец, отца или матери. Бабушка, мать, отца или матери. Двоюродный дедушка, дядя, отца или матери. Двоюродная бабушка, тетя, отца или матери. Внук, двоюродный внук. Племянник, сын, дочь, брата или сестры. Родных двоюродных троюродных. Сын, дочь, брата или сестры. Ну, да, тоже, соответственно, там все эти... Вот четыре варианта. Да, да. Дядька, брат, отца, тетка. Вот так. Еще снизу. Снизу. Сводный. Двоерный сводный, являющийся братом почвы и мать. Вот для меня Миша сводный. Да. Который сейчас решает. Решает задачу. Ну вот, вот такая родословная книга нашей семьи. Так, есть замечательные две книжки, которые Света получала в подарок на каких-то третьих местах. На Олимпиадах. В подарок, это приз. Азы теории чисел и извешенные алгоритмы. Оба кости кнопа. За третьей степени. Одного учителя. Вот, значит, по одной задаче мы отсюда и отсюда разберем. Или, Миш, ты уже готов? Нет. Еще нет? Тогда разберем. Номер пункте А ты уже получил, да, ответ? Нет. Ладно. Я это. Если ты не успеешь, я буду помогать чуть-чуть, чуть-чуть, самую капельку. Если ты... Да, пока. Так, а мы разбираем следующую задачу. Давай я сначала про квадраты. Про квадраты, да. Задача 4, 10. Засчитывай. Найдите наименьшее натуральное число, половина которого квадрат, треть куб, а пятая часть пятая степень. Вот так вот. Ух. Ух, вообще, да. Соответственно, если это все целые числа, то наше число делится на 2, на 3, на 5. Этими маркерами написать. Да, вот этими маркерами можно писать. Нельзя, нельзя, это микрофон. Два в какой-то степени в А3, например. На 3. Тоже в этой, например. И на 5 в Ц, так как оно делится на 2, на 3, на 5, ведь получается целые числа. По условию, да. Даже степени по условию. Ну и в каких-то степенях. Да, и можно надеяться, что вот этого уже не надо на 7, там в какой-то, на 11. Потому что нам нужно самое минимальное число, найдите наименьшее. А значит, нам как бы просто невыгодно. Ну как бы, да. Приводить остальные делители, какие-то другие. Наверное, да, по крайней мере, я бы сказал так. Если здесь еще что-то есть, можно это за собой как бы некоторое время тащить. Но вначале давай это решим вот с этим, вот с этой формы. В такой форме, какое наименьшее число. Так, ну и значит, эта форма для основной теремии арифметики выбрана, да, что вот по основной теремии арифметики есть такое разложение. Если у нас половина этого числа квадрат, то это у нас получается 2 в А минус 1, потому что мы поделили число на 2, на 3 в этой, на 5 в Ц. Это вот половина числа квадрат. То есть вот это квадрат является квадратом некоторого числа. Вот здесь вот то, что Света пока до конца не знает, но теперь уже понимаешь, да, что такое квадрат? Это какое-то число. Вот если х это вот такое число, то квадрат это вот такое число. А что происходит со степенями при возведении в квадрат? Я пока не проходила, но папа бы сказал, что удваиваются. Я ему верю на слово. Ну, ты просто посмотри сама. 8, например, возведение в квадрат. 8, это какая степень двойки? Ну, это 64. Это получается... 8, это... 8, это... 8, это 6? 64, 6, а 8? Да. 8, это какая степень? Да, получается удвоение степени. Да, удвоение степени. Взведение в квадрат это утроение степени и так далее. То есть все очень просто. Ну, раз у нас удвоение степени, то все степени должны быть четными, потому что мы их удвоили. Точно. Значит, у нас что четное? А минус 1, В и С. Так и напиши. Четное. Комары летят. То есть делится на 2. Делится на 2. Вот, хорошо. Теперь следующее условие, да? Ну, посмотрим еще. Если А минус 1 делится на 2, то А нацело не делится на 2. Угу. Просто да. Следующее. Это треть числа, это куб. Получается 2 в Атой. Так. На 3 в В минус 1. Так точно. И на 5 в центре. Да, тут ничего не меняется. Это равно какой-то Y в кубе. Ну, а дальше аналогично. Так, а здесь утраивалось. Правда, все утраивается. Да, степени должны утраиваться. То есть А делится на 3, получается. Угу. В минус 1. Да, правильно. Ты не пиши, что В не делится на 3, а пиши, что В минус 1 делится на 3, потому что здесь важно, когда говоришь, что число нечетно, то ясно, что оно на единице отличается от четного. А если ты говоришь, что не делится на 3, то здесь может быть вариант, что дает остаток 1 или остаток 2. В данном случае остаток 1. Так, да. Ну, наверное, по аналогии понятно, что дальше. Подчеркивай, что А делится на 5. С минус 1 делится на 5. Угу. И что у нас? Б делится на 5. Да. Осталось посмотреть, какие же минимальные возможности для таких комбинаций. Ну, получается, здесь 5 на 3. Это 15, потому что у нас А должно делиться и на 5, и на 3. А они взаимно просты, да. Они взаимно просты, да. Поэтому мы их перемножаем, чтобы найти нот, получается. Нок. Ой, нок. Да, на меньшее общие кратное. Но при этом посмотрим под подходящее условие. Подходит оно или нет. Если у нас 15, то оно не делится на 2. Значит, самое минимальное А это 15. Да, вот надо понять, что мы доказали, что меньше не предлагать. Что даже если здесь еще есть какие-то вот П, которые мы не учли, все равно А должно делиться на 15. И быть равным 15, это самое маленькое, что может быть. Да. Посмотрим... Нет, неправильно не сказал. А не должно делиться на... Да, должно делиться. Должно. Правильно, да. Вот, да. Посмотрим на минимальное Б. Б это минимум 10, но Б-1 должно делиться на 3. У нас опять подходит. Потому что 9 делится на 3. Повезло, дико. 10 минус 1. Значит, минимальное Б. Да. 10. И также с С. Это минимальное 6, а С минус 1 делится на 5, потому что 5 делится на 5. И значит, минимальное С... Офигеть, как везет. Да. Ну, Константин. И значит, у нас минимальное... Офигеть, как повезло. ...такое число. Это 2 в 15, на 3 в 10, и на 5 в 6. О, Мишенька вернулся. А какое же это число? Считать сложно? Можете посчитать в комментариях, если хотите. Домашнее задание. Вот такое. Домашнее задание. Столько литров воды в Черном море. Больше или меньше? Лучше в Байкале с вами. Мне кажется, все-таки в Байкале меньше. Это 65 536. Это порядка 10 в 5. Это порядка 10 в 5. Не говори им ответ. Это порядка 10 в 5. Я помню точно. Это 15 в 5, а вот это 10 в 5. А это 100 в 2. 65 тысяч, 60 тысяч и 15 тысяч. 4 на 10 в 5, 10 в 9 и здесь на 65 тысяч. 65 тысяч на 60 тысяч, на 15 тысяч. Да, я не помню точно значения. То есть на 10 в 9. Ну, примерно. 10 в 9 это сколько в одном километре в кубе метров тонн воды. Ну вот, то есть в одном километре в кубе воды вот столько тонн воды. Вот. Но здесь еще остается... Чего это у нас? Ну это по мелочи. Это ну так, что тысяча-то еще накапливается. Да? 50 тысяч, да, где-то накапливается? Ну, я так. Ну да. Вы отбалтали. То есть 50 тысяч. Ну, то есть литров в кубометре 50. 60 тысяч, да. Ну да. Ну, в общем, да, скорее 60 тысяч. Значит, 60 это столько, сколько литров в 60 кубокилометрах воды. 60 кубокилометров это немного. Это меньше Байкала, да. У нас бассейн есть. Это меньше Байкала. То есть совсем небольшое число. Ну что, Мишенька, ты готов нам что-то показать? Вроде готов. Давай. Я что-то долго тупил, потому что я не понял, что 240. Я не должен использовать 240, а я его должен тоже разделить. Я это как-то не учитывал. А ты попробуй пока решить задачу. Дана одна золотая. А это я могу стирать? Да, ты стираю, а я пока последнюю задачу продиктую. Задача тоже из Кнопа. Может, у меня была Кнопа? Блин, я его приглашал, но он никак не придет. Но хотя, может, у меня тоже как бы все было. А мне просто его книжки нравятся. Там же мне говорят на выбор. Мне нравятся книжки, которые вот... Константина как-нибудь надо просто писать. Но я его один раз звал, но тогда не сложилось. Надо где-нибудь по осени еще раз попытаться. Так. Значит, задача была следующая. Дана. Есть 9 монет. Есть 9 монет. Короче, я не могу сейчас сразу найти. А, вот. Задача 2.7. Есть одна золотая, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Золотая, 3 серебряные и 5 бронзовых. Да. Известно, что одна из них фальшивая и весит легче настоящей. Настоящие медали из одного металла весят одинаково. А из различных нет. Поэтому бессмысленно сравнивать... Золото и серебряное. Ну да, вообще, в принципе. Настоящие... Я думаю, что просто монеты имеют фиксированный вес. Ну, одинаково. Которые зависят... Да, все. Ну, настоящие одинаково, каждый... Размер зависит, видимо, или плотность. Да. Так вот, как все же за 2 взвешивания на чашных визах без гильма... Два? Да, столько же, сколько для 9 просто. А мы же знаем, какая золотая и серебряная... Да, конечно, мы знаем. Да, слава богу, знаем. Золотая и желтая, серебряная и белая. Ну что, попробуешь? Если не решишь, вместе разберем. Хорошо. А мы пока... Я тоже удаляюсь. По этому чародею. Я надеюсь, что я на фоне вот этих вот функций F-1, я надеюсь, я смог нормально осознать. Значит, ну, первое наблюдение довольно понятное. Вот, допустим, у нас в группе K человек, да? Да. Это значит, что с этой группой мы можем содрать не больше, чем K-1 монету. Супер. Вот. Абсолютно верно. Ключевое соображение. Потому что, понятное дело, это просто... Ну, мы задираем остаток, остаток не больше, чем K-1. Да. Вот. Значит... Значит, смотрите, сумма вот этих кашек 33. У нас на каждую следующую группу идет потеря одной монеты. Вот. Ну, в худшем случае. Соответственно, в целом, чем больше, чем меньше групп, тем нам лучше. Тем мы меньше гарантированно потеряем. А если мы сможем вот так уложиться, то и вообще. Классно. Да. Вот. Ну, хорошо. Ну, давайте сначала проверим тупой случай. Это когда одна группа. Если одна группа, то теоретически... То можно получить 33 монеты. 32 получить. Нет, 32. Да, 32 монеты. Теоретически, например, если бы у нас было 50... Ой, 65 монет, а не 240. То мы бы выдали... И если бы у нас было 230 монет, а не 240. Да, например, 230. Вот. Значит, что я сейчас проверяю? Я хочу проверить, если у нас одна группа из 33 человек, тогда на 7 это 231, и у нас остается 9 монет. 9 монет, ну, фигня какая-то. Да. Несерьезно. Несерьезно. Вот. Значит, нужно делить. Это черномор, а несерьезно. Значит, нужно делить. Значит, сумма... Вот если мы посмотрим, что у нас... Вот эта вот сумма у нас 33, и тут хотя бы 2 слагаемых. Значит, на каждом мы потеряем хотя бы по одному. То есть мы потеряем суммарно хотя бы 2. Вот. А их сумма была 33. То есть у нас уже не больше, чем 31 монета. Пункт A не больше, чем 31. Ну, давайте попробуем предъявить просто примерно 31. И в пункте B это уже не больше, чем 31. Да. Очевидно. Ничего не меняется. Вот. Давайте попробуем предъявить примерно эту самую 31 монету. Предъявили. Значит, ну, что хочется делать? Собственно, нам хочется просто сделать, чтобы число плюс 1 от нас делилось на вот это вот количество человек в группе. Точно. Вот. Ну, как сделать как можно тупее? Значит, что там у нас есть? У нас есть число 32, да? Да. Ну, давайте его там домножим на 1. Да. И выдадим... Ну, ладно, 1 плохо, видимо. Ну, давай на 2 домножим. Ну, 64, да. Да, и выдадим этим умельцам 63 монеты. Совершенно верно. Тогда, значит... А еще у нас есть группа из одного человека, который, не знаю, самый сильный, самый мудрый. Это любимец. Илья Муромец. Илья Муромец. Илья Муромец. Илья Муромец. Илья Муромец. Илья Муромец. Все оставшиеся монеты. Значит, им мы выдали 63, и 31 они нам возвратят. А этому мы выдадим все оставшиеся, он все заберет, но и нам не важно. Мы доказали, что больше, чем 31, все равно не получится, а 31 мы уже получили. Ну, и количество монет, которые мы выдаем, 63 на 32. Остаток 31. Окей. Теперь хочется пункт 2. Перед пунктом 2 я спрошу, Светочка, у тебя есть уже какие-то идеи? Идеи есть, но как-то пока не очень, потому что 3 номинации монет. Но я понимаю, что сначала надо бронзовые, я 2 плюс 2 бронзовых. Ну, как бы там, если... Не получится, скорее всего. Ну, а какие тогда? Дело в том, что когда ты кладешь 2 плюс 2, то в случае равенства у тебя остается 5 подозрительных монет. Да. Ты никогда их не сравнишь. Теория информации? Понятно, да? Двумя, да. Одним, одним. Ой, одним, да. Поэтому первый раз класть надо 3 на 3. Думай, какие. А там до новых условий, какая больше каловий? Нет, 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 нет. То есть серебряная может быть меньше бронзовая, больше золотой. Да, 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 да. Причем на сколько, там ничего неизвестно. Понятно, что в этом смысле. Ну, в общем, дальше ты поняла. Надо класть 3 на 3, так, чтобы из этого исходила какая-то информация. Хорошо. Да, значит, второй. В втором случае мы должны делить поровну. Какие у нас есть варианты? У нас есть вариант 120-120, у нас есть вариант 80-80-80. И так далее. Давайте пока на этом прекратим. Да. Ну, в чем идея? Мы хотим придумать какое-то близкое к этому число, которое чуть побольше, чтобы с него вытрясти все эти k-1. Вот. Ну, что сразу приходит на ум? Что мне сразу приходит на ум? Может быть, вам это не сразу приходит на ум? Ну, если посмотреть на вот это число, значит, ну, как бы, идеальная ситуация, это если мы берем число плюс 1, значит, в данном случае 121, а в данном случае 81. Да. Вот. И пытаемся взять его делители. Вот. Тогда, если мы раздадим 80 монет на его делитель, то мы получим максимально возможную выгоду. Отлично. Отлично. Спасибо. Может, чуть-чуть вопрос? Ну, а... У нас... Интермедиа. А вы пока думайте. Это очень хорошая идея. Может быть, одинаковая веса, серебряная и бронзовая, например. Разного всегда? Всегда разного. По-моему, там по условию сказано, что разного, да. Всё, спасибо. Вот. Ну, что, тут это 11 на 11? Ну, посчитай, что вы разные. А здесь это 3 в 4. Ну, короче, если чуть-чуть над этим потупить, то можешь заметить, что это 27 на 3. Ну, а также заметим, что 27 плюс 3 плюс 3 это 33. Ровно так. Всё. Значит, 30 ты срубил. Значит, смотрите, что мы получили. Мы делаем группу 27 богатырей, 3 богатыря и 3 богатыря. И каждой группе раздаём по 80 монет. Соответственно, с 2 по 3 мы берём по 2, а с группы по 27 мы берём 26. Вот. Итого, значит, наш куш 26 плюс 2 плюс 2. Да. 30. Так точно, Миша. Можно ли сделать больше? Если можно, то только 31. По доказанному выше. Да. Ну, и хочется доказать, что 31 не получится. Значит, как мы это делаем? Заметим, что если мы сделали 31, значит, у нас точно 2 группы. Вот, потому что у нас вычлась не больше 2. Ну, вот у нас была оценка на меньше, чем... Да, да, конечно. Минус 1. Вот. Было изначально 33, значит, мы вычли не больше 2 раз. И более того, мы в каждой из этих групп должны достичь экстремума. Потому что, если мы хотя бы в одной вычтем 2, то у нас уже будет минус 2 и минус 1, то есть 30. Абсолютно верно. Ну, что осталось? Значит, оба этих числа обязаны быть делителями. Ну, и мы были близки, потому что 11 нам подходит. Но второе число не подходит. То есть второе 22 будет. И оно как бы 11, но еще на 2. Вот. Другой остаток, да. Поэтому... 121 на 22 не делится. Да. Соответственно, поэтому у нас не получится, чтобы оба были делителями. Значит, где-то мы еще потеряем. А на 30 у нас уже есть пример. Вот. И задача решена. Великолепно. Светочка, выходи. Вместе будем дорешивать. Да, у меня что-то тупик. Первый. Вот, раунд. Давай думать. Вот золотая монета, это монета... Одна. Которую нет смысла вообще класть на весы. Я ее не украла. А 3 бронзовых и 3 серебряных, нет? Да, значит, смотри, но 3 бронзовых и 3 серебряных сранкуть тоже нельзя. Ну вот да. Я не знаю, а у славы от того. Так что... Одна золотая, 3 бронзовых и 5 серебряных. Двумя взвешиваниями понять, какая монета фальшивая. Двумя. Ну, я сейчас послушаю. Да. И это шикарно. Мне очень понравилась эта задача. Там вообще разбирается, что при любом количестве серебряных и бронзовых в сумме, дающем 9, всегда возможно найти одну. А вот для трех не знаю, но если одна золотая, одна, 3 серебряных и 5 бронзовых, то можно. Значит, и так, начнем с того, что из теории информации, да, следует, что надо класть по 3, потому что... Я ее не знаю. А смотри, ты сама подумай. Вот, допустим, ты положила больше. Предположишь, ты положила больше, чем 3. Ну, хорошо. Туда и туда по 4 монеты, да? Ну, хорошо. Но если ты говоришь разное число монет, ты вообще ничего не можешь узнать. Ну, логично. Вот. Ты должна класть одинаковое число монет абсолютно одинакового вида и там, и там. Ну, в смысле, если там разные, то тут также разные. Несколько в бронзовых, несколько серебряных. И эти количества должны быть одинаковые всегда. Иначе ты не получишь информацию. Так вот, если ты кладешь меньше, чем 3, то у тебя остается не менее, чем 5. В случае, если было равенство. Но 5 монет ты никак за одно взвешивание в принципе не разлечишь. У тебя всегда остается как бы, ну, вариант. Что если было неравенство? Потому что если равенство, то одна фальшивая. Если равенство, то 5 оставшихся, одна фальшивая. Нет, если 2... Если 2 равно 2, вот 2 монеты... Если 2 серебряных и 2 бронзовых. Нет, ну, например, серебряная плюс бронзовая. Здесь серебряная плюс бронзовая здесь. Сравниваешь, да? Да. Если они как-то повесили, то тебе повезло и все будет хорошо. А, да, и мы 2 сравниваем между собой. А если раз... Ну, там, не совсем так, потому что серебряную с бронзовую нельзя. Но ты сравниваешь настоящую серебряную с ненастоящей? Ну, да. Ну, то есть, как бы вот это нельзя делать. А почему это нельзя делать? А потому что если будет равенство, то останется 5. Да, и мы как раз можем. А что с 5? 5 никак, да. Потому что при любом, так сказать, ну, у тебя 3 ответа, да, нет. То есть, меньше, больше и равно. Да. И из 5 вариантов в каком-то из ответов будет больше одного по принципу Дерехле. Больше одного, как бы, варианта для монеты. или больше, или равно, там, больше. Ну, то есть, как бы, у тебя 5 фальшивых, 5 подозрительных монет и всего одно взвешивание. Однозвешивание дает ответ либо вида меньше, либо больше, либо равно. И, как бы, чтобы сказать, какая монета точно, тебе нужно, чтобы в каждом варианте осталась только одна подозрительная монета, но если у тебя пять было, то по одной как бы 3-3 вопроса не могут разбить на три группы по одной монете. В общем, пять монет одним известным не различишь, поэтому никак нельзя класть меньше трех. Ну и больше трех нельзя. Может две бронзовых, серебряные? Отлично! Так мы сейчас и сделаем, но пока поймем, почему по четыре нельзя класть. А если там, ну понятно, что если они... Если равенство, то нам очень повезло. Да, но вот если не равенство, то нам придется сравнить тоже какую-то кучку. Вот 4. За одно взвешивание. За одно взвешивание. Никак. Мы, если 2 плюс 2, то мы не поймем в какой из них, а если 3 плюс 1, то... Ну да, да. Ну, в общем, получается, что первый ход всегда, только один. Я не поняла, что можно двух разных достоинств в классе. Да, конечно, клади две серебряные. А сейчас посмотрела, надо там две брозовых, серебряные. ББС против ББС. Да. Ну и вот теперь уже все хорошо, потому что смотри, что остается. Золотая? Золотая, бронзовая и серебряная. И серебряная. Остается ЗБС. Значит... Беломорская биологическая станция против Байкальской биологической станции. Байкальская? А если будет равенство, будет Звенигородская биологическая станция. Я был там, там и там. Ну там мы каждый год сбываем, это большие коты. Так, нет, ты вот эту Байкальскую назвал. Ну что, давай, предположим, что вот так. Тогда... Ну тогда здесь фальшивая или тут. А, нет. Значит, смотри, тогда очень сложно все. Тогда фальшивая находится точно здесь, потому что мы знаем, что она... Меньше легче. А, она легче, блин! Я забыл, что понятно там, что... Либо вот эта серебряная, либо одна из вот этих двух бронзовых. Одна из бронзовых. Ну если серебряная, то тут уже... Что тогда делаем? Как проверить, что... Ну то есть как одним взвешиванием дальше вот все убить? То есть либо серебряная, либо одна из двух бронзовых? Так... А если две бронзовых? Конечно. Кладешь две бронзовых. Да. Если они равны, то серебряные. Если одна перевесила, то это она. Совершенно верно все. А если бы нравится? Получается... Смотри, все еще проще. Да? Да. У нас три подозрительных монеты. И надо заодно. Три подозрительных монеты. Нет, не проще, немножко сложнее. У нас вот эти все шесть уже точно настоящие. А, значит... Правильно? Ну да. Эти шесть настоящие. Одна из них. Вот. Надо с настоящей сравнить. Ну какие-то. Да, да. Может БС с... Сейчас, тут чуть-чуть. Может БС с БС, нет? Тут сложнее немножко. Самую капельку. Почему? Это же настоящие. А если БС с БС, пап? Нам нужно... Почему БС нельзя с БС? БС... Настоящими. А какие сравниваем? Две настоящие БС и две фальшивые БС. Я не умею быстро решать такие задачи. Времени жалко. Поэтому я прощал решение. Но трюк гениальный. Послушай этот трюк. Так мне интересно. Может быть у тебя на Олимпиаде он когда-нибудь возникнет. Да. Берешь подозрительную вот эту. Давай подозрительную назовем. Да. С настоящей. Вместе с настоящей серебряной. против подозрительной серебряной с настоящей Б. Так. Тогда они не могут быть... А, если они равны, то золотая. Если они равны, то золотая. Если... Так, то вот это. Геаль. Вот это я не мог догадаться до этого. Я бы не догадалась вообще. Я не мог догадаться до этого. Но это очень круто. Ну до этого сейчас прям... Я тогда, когда сидела, я затупила, я не понимаю, что можно двух разных достроиться. Да, да, да. И одну другого. Ну это круто, да? Это круто. Ну что, Миша, возвращайся в кадр. Все. На тебе еще раз микрофон, потому что у меня очень громкий голос. Чтобы сказать Маткульт пока. Ладно. Ну так, три, четыре. Маткульт пока! Да! Ахахаха!